Методы моделирования систем, то есть в предыдущем клипе было про классификацию моделей, общие виды моделирования и все такое. Ну и нужно напомнить, что постановка любой задачи в теории систем заключается в переводе некоего вербального описания в формальное. То есть, как я уже постоянно замечал и в лекциях по общему языкознанию и тут, уже само по себе вербальное описание это некое прощение. То есть, некая действительность невероятно сложная уподобляется языку, которая описывает ее в более простых каких-то вещах. То есть, когда мы называем объекты, мы их, во-первых, создаем, и во-вторых, мы их создаем как нечто более простое, чем реальность. То есть, язык создает модель уже сразу. Даже та модель, которая в языке, она, в общем-то, с первобытных времен идет, она является следствием сложного развития нации, сложного развития языка, в общем, она не научная. Поэтому применяется формализация еще с древнегреческих времен, собственно, почему древнегреки основали науку, они придумали формальные модели. То есть, мы описываем не вербально, а мы описываем на каком-то специальном языке, который упрощает еще больше, но в результате нам четче видны причинно-следственные связи. Потому что естественный язык нам навязывает какие-то ложные связи, которые у него есть. К тому же, они там могут быть нечеткие, недетерминированные, то есть, там из одного может два выходить, и так далее. А формальная система, она детерминированная, там все понятно, что из чего исходит. То есть, это второй, по сути, уровень моделирования после того первичного моделирования, которое осуществляет естественный язык. Собственно, вся методология науки, она шла по пути развития большого количества формальных языков. И, соответственно, первый этап моделирования – это перевод вербального описания в формальное. В то же время, набор методов разный. То есть, одни методы ближе все-таки к вербальному описанию, когда просто что-то говорят, да, а другие максимально формализованные. Вот часть методов ранее описывалась, допустим, экспертных оценок, там мозговой атаки, они скорее вербальные. То есть, какое-то описание дается в словах, но оно, в общем-то, проще, чем исходная ситуация, да, и позволяет это описание в словах анализировать. Вот, ну, в общем, вот схемка из-за разбаева, где вот в пункт А методы классифицированы ближе к вербальному или к формальному. То есть, нужно подчеркнуть, что это не историческая классификация, то есть они не развивались, типа сначала изобрели мозговую атаку и так далее. Это классификации по принципу ближе к вербальному, либо ближе к формальному. Методы возникают, возникают и сейчас разные, просто по степени близости, либо к естественному языку, либо к формальной модели. То есть максимальная формальная модель у нас получают аналитические методы, которые, собственно, сводят все к математике, то есть максимально формализованной области. Дальше идут статистические методы, теория множеств, мат, логика. А ближе к вербальному это как раз мозговая атака, когда просто пишут все, что в голову приходит. Экспертные оценки это на естественном языке описание какой-то ситуации, но все равно оно формализует дерево целей и другое. В общем, понятно, что методы могут быть ближе к вербальному, либо к формальному. Самый лучший, конечно, формальный, потому что все известно в математике. Все как бы доказано, там получится четкая зависимость математически описанная, и там мы все получим подлинное истинное знание. Когда мы плаваем ближе к естественному языку, мы неизбежно будем искажать, но это не значит, что нет смысла в каком-то четком вербальном описании ситуации. Все равно оно упрощает, формализует, позволяет принимать четкие решения. Также вот тут на схемке видно, что методы моделирования систем, соответственно, делятся на методы, которые активизируют интуицию, либо опыт специалистов, МАИС называется. Как правило, это какое-нибудь структурирование. Типа, напишите все, что вы думаете, а теперь сделайте из этого сценарий, или нарисуйте это в виде дерева, там и так далее. Ну, таких методов много, и опять же, нужно сказать, что теорию принятия решений, в которую это там сильно входит, я еще позже буду подробнее излагать. Все-таки пока идут такие начальные курсы в области математики, формальных всяких дисциплин. Так что системный анализ тоже один из начальных курсов, подобно как у меня был курс дискретной математики. То есть проблематику больше называю, а более конкретно все будет позже. И моделирование будет на канале, там все будет, это очень все нужно, важно. Во всех отраслях применяется. Дальше, когда мы активизировали, так сказать, опыт специалистов в какой-то структуре, в виде какой-то структуры, мы уже можем осуществить определенное моделирование, допустим, структурно-лингвистическое, вот тут именно лингвистическое, то есть моделируем, там и язык при этом в структуру приводим. Но тем не менее, это будет постепенная уже формализация, да. И дальше методы формального представления систем, на которых как раз вот в этой голове разбаив и останавливаются. То есть они конечные, на самом деле нам лучше получить в виде чего-то математического. А не просто ля-ля-ля, даже хотя бы и специалистами. Ну так вот, значит, принципиально, вот эти методы, которые строго формальные, вот тут везде есть это все, которые самые-самые формальные, они делятся на аналитические и статистические. Значит, аналитические методы, которые, в принципе, изображают объекты или процессы в виде точек. То есть аналитический метод чем отличается, что с точкой все понятно. Ну, в виде точек, допустим, кружка падает на землю, да, кружка, а тут точка. То есть мы не рассматриваем структуру там кружки, она рассматривается как точка, физическая точка, да, и ее поведение детерминировано законом притяжения. Вот тут мы получили математическую аналитическую модель. Она в виде точек, и точка перемещается в пространство. Ну, точки могут быть, не знаю, допустим, бригадир и рабочие. Вот мы нарисуем в виде точек. Бригадир – точка, у него три рабочих, мы нарисуем внизу три точки. То есть они, конечно, не перемещаются, но они взаимодействуют между собой. То же мы, в принципе, сделали аналитическую модель, графическую. Вот, точка бригадира, от него линии к трем работникам. Это аналитическая модель, потому что мы же не рассматриваем, допустим, вариант, когда работник то подчиняется бригадиру, то не подчиняется. Вот если бы он случайным образом подчинялся или нет, у нас бы модель была статистическая. Если мы считаем, что он всегда подчиняется и не рассматриваем этот вопрос, тогда, да, вот мы рисуем, допустим, иерархию предприятия, в котором все подчиняются, допустим. Над бригадиром мы рисуем линию к начальнику цеха, начальнику цеха бригадир подчиняется, ему рабочие – это аналитическая модель, структура, допустим, управление предприятием. Ну так вот, аналитическая модель описывается хорошо классической математикой. То есть мы, когда нарисуем аналитическую модель или там как-то ее сделаем, дальше у нас есть прямо парад математики, рассматриваем систему уравнений, можем интегрировать там все и так далее. Дальше мы просто пишем классические математические формулы. К аналитическим относятся модели, в которых применяются методы математического анализа, собственно, мат-анализ-аналитический, да, и есть метод, собственно. То есть, допустим, исследование функций, поиск экстремума функций. Ну и когда у нас развилось программирование, у нас в 20 веке много передовых этих математических методик, таких как исследование операций, математическое программирование, теория игр, который мы все позднее рассмотрим. Теория автоматического управления, тоже это все аналитические, математические модели. Дальше мы рассматриваем также статистические модели, это в условиях, когда у нас точка ведет себя случайным образом, например, действительно рабочий может иногда не подчиниться бригадиру, или мы, допустим, бросили мы монету, да, классическая статистическая модель, мы не знаем, упадет она вверх орлом или решкой, как точка, то есть она уже не описывается, она описывается, по сути, она в каком-то пространстве, монета описывается как размытая точка, то есть непонятные границы ее поведения, они как бы размытые и оцениваются с точки зрения уже математической статистики. Ну, не знаю, или да, вот допустим, только что клип по токсикологии, да, вот у нас население будет травиться алкоголем или оно будет травиться уксусом, непонятно, да, они как точка не действуют, вот какие-то травятся алкоголем, какие-то уксусом, мы можем только оценить вероятность, отравиться алкоголем или отравиться уксусом, да, на основе, допустим, предыдущей статистики. Это будет у нас размытая точка, потому что непонятно поведение, точное детерминированное поведение непонятно, не точка. Ну, тут дальше, значит, разбаев излагают основу математической статистики, я не вижу смысла, потому что по мат-статистике я тоже отдельный клип сделаю, ну, там, да, принципиально, значит, закон распределения, плотность вероятности оценивается, другие всякие вещи, ну, в общем, дальше мы работаем, применяя аппарат математической статистики, тервер будет на канале рано или поздно, поэтому что я вам. Вот, дальше мы можем представить, как теоретика множественную модель, то есть мы можем представить, как некое множество то, что мы изучаем, и рассматривать, допустим, в какое там, делить его на подмножество, делать операции объединения, пересечения, отрицания, ну, допустим, мы рассматриваем цех, как множество, да, мы делим там, допустим, эти работники у нас хорошо работают, это подмножество, эти работники у нас плохо работают, да, это другое подмножество, и начинаем там выяснять, какие критерии отнесения к тем или другим, допустим, почему мы считаем, что плохо работают, какие еще признаки того, что они там хорошо или плохо работают, да, это теоретика множественный подход. Опять же, подробно не излагают, только что дискретка была на канале, поэтому там подробно про множество было дискретной математики. Дальше математическая логика, логическая модель, которая просто формулирует все как некую систему высказываний, предикатов, связанных какими-то логическими функциями, алгебрологики, опять же, подробно уже было. Дальше семиотические модели, ну опять же, семиотика отдельно будет, модели математической лингвистики только что мат-лингвистика была на канале, опять же, все будет подробнее дальше. Крафические методы с применением графов, ну вот допустим какие-нибудь иерархические, чертим структуры предприятия, где в виде графов все представляем, или развитие ситуации в виде графов, или как идет работа в виде графов, там из одного вытекает другое, дальше анализируем, есть тоже математические методы, которые позволяют графы оптимизировать, вот опять же, было уже в дискретке. Ну и методы, направленные на активизацию опыта специалистов, ранее частично рассматривались, как правило, они называются либо качественными, либо экспертными методами, и методом экспертных оценок. Ранее это было подробнее рассмотрено, ну и дальше тоже больше про это будет. Сейчас пока просто вот основная вся классификация, какие вообще есть формы моделирования.